Всем welcome, это снова я. На этот раз мы приехали в магазин KS или Rooms Taishido на байке и немного поснимать, что же здесь продается. Вот у них также здесь есть магазин цветочный. Продаются вот розы разного рода цветы. Вот здесь цветочный магазин такой огромный. Один из крупных, крупнейших магазинов вот здесь в Канагабе, имеется в виду по цветам. Тут и не только цветы разные для дома там растения. Также вот товары для дома. Горшочки для приусадебных участков для садов. В том числе и вот гвоздики есть мини декоративные. Я не в курсе какие сейчас цветы вообще популярны, какие продаются в России. Поэтому я покажу все. В названиях я тоже не силен, только могу прочитать некоторые из ценников. в том, как здесь очень много разновидностей разных цветов и очень сложно все запомнить и знать, если особенно не в этой теме вообще не как бы новичок, не профессионал. Поэтому очень сложно. вот это карибура хуа или по-испанглийски то калибра хуа хамелеон. Интересные цветочки тоже в виде бутонов таких. по 900, по 1000. Вот заранее умол. Интересно? Достаточно. Необычные цветы как бы. Green magic. Какие-то ведьмовские какие-то цветы прям. Там даже вот ведьма нарисована. Прикольно. Такого вот плана цветочки тоже. Вон, тут начинаются саженцы. Как вы можете видеть. Вот баклажаны. Баклажаны значит за вот один куст 300 йен. Сейчас, кстати, как раз сезон рассад. Да, я думаю, многие уже начали на дачах там высаживать рассады. И будет интересно узнать по чем же в Японии стоит рассада в магазине. Так как здесь рынков нету и людей так продающих много рассады на рынках не встретишь. Но в целом можно познакомиться. Вот, кстати, сосна 100 900 980 йен. Небольшие какие-то. Что дальше? Перец. Перец, значит, обычный. Один куст от 84 йен до, значит, 200 йен. в зависимости от сорта. Гоя. Гоя вот такой вот овощ. 162 йен. Дальше салат. 162 йен тоже. Ну, тут все, в принципе, по 162 йен идет. Хабу. Ну, честно, я не знаю, что это такое. Может, какие-то пряности, а может, вот, типа сельдерея вот что-то. Наподобие. Помидоры. Так, помидоры. Такогомы. Томаты, да? Прям в огромных каких-то прям горшках продаются. Ну, видимо, чтобы не пересаживать, чтобы в них прям выращивать. Цену я не вижу. Далее. Вот земляника. Ну, или что-то похожее на нее. Голден Александр. Да. Очень похоже на землянику, кстати, по запаху. Ну, трудно сказать. Ну, близко очень к ней. 324 йены. А вот клубника уже по 500 йен за куст. Куст. Что еще интересно? Ну, тут дерево привязали, чтобы не падало. Розы. Ну, честно, я даже не знаю, что это за растение. Не видел, как оно растет. Так, дальше что еще? Вот помидор. Тоже, ну, почему-то без цены. Не знаю почему. А вот эти по чем. Вот 429 йен за вот один куст. Один куст помидор 429 йен. А если вот другой сорт, то 537 йен. И вот есть поменьше, как бы, но, видимо, без бранда. Типа, ноу-бранд, как они тут называются, да? Просто 105 йен. Вот это 150 йен. 162, точнее, с налогом. 105 йен тоже. Обычные. Так, 300 йен. Вот 320. Интересно. Достаточно, в принципе, недорого. Не сказать, что, конечно, как у нас, но нормально. Вот за 400 йен можно купить себе помидор. Высадить себе, или даже не высаживать, просто там в горшке, вот как там показано, до этого вот, в той стороне. Большой горшок, и все, и будет у вас большие помидоры в горшке. Необязательно огород даже иметь. Ну, помидоры такие, такого плана тоже, кстати, с плодами. 430 йен. Огурцы. 320 йен. Если вот без бранда, то 105 йен. Такие обычные. Вот здесь еще, такого плана, кстати, уже разобрали почти все за 213 йен. Интересно. А вот, так называемые сакуланс цветы. Это такие твердые, на ощупь, значит, листья у них. Они разной формы, цвета, типа. На самом деле, очень популярны среди домашних цветов, в том числе и в бонсай. Многие используют их как дополнение к этому дереву, к основному. Украшаются вот такими камешками вокруг, кто какими любит. То есть, можете посмотреть в интернете очень много разных композиций из них. Здесь вот такого цвета, там, красный, зеленый, белый, там, черный, я даже встречал, здесь розовый, там, ну, то есть, по-разному. Можно найти любой, который вам нужен. Данные цветы стоят примерно, точнее, растения, не цветы. Хотя у некоторых вот даже есть цветы вот такого плана. Очень интересно. Выглядит как будто пластиковые. на самом деле это живые. То есть, как бы, растения. Есть даже вот такие вот. Вообще вот страшное какое-то растение, как будто пожирает что-то. Такого плана. У них цена вот 734 иены, но это общая цена. А так вот надо смотреть ценники, вот на них указано, что почем. Вот за 380 есть, за 900 есть, за 400. просто. Есть со скидками также, разного плана растения. Вот скидка 30 процентов. Можно купить, пожалуйста, любой вот. Такого вот, такой вот. Ужасные, ужасные растения есть. вот прям. Вот, например, вот такого плана. Вот здесь они вот что-то вот уже высыхают, я не знаю. Такого плана вот есть. как камни, как будто из камней, что-то там прорывается, цветок какой-то. Интересно тоже растут. Такого плана. всякие мохнатые, всякие мохнатые вот есть вот. Также мини деревья вот, пожалуйста, вот такого плана. Интересно тоже. Они, кстати, очень ломкие, то есть, отламываются легко. как пирамиды, вот видят, таких вот. Вообще не пирамида, а как это. Столбики такие. Так, что здесь еще есть, интересно у них. Ну да, вот здесь их много, разного рода. Вот такие композиции есть. Они в основном для улицы, то есть для украшения, то есть при усадебных там, садов. перед домом высаживают людей. Вот так можно сделать. Или вот неплохие тоже. Типа алоэ. Вот, кстати, алоэ, оно тоже к этому же типа относится. Так же как и кактусы тоже, в том числе. Из такого плана. Вот кактусы здесь. Вот здоровые уже. Вообще прям в ведрах растут. Огромные цветы. Пальмы. Пальма, конечно, дороговато, тридцать тысяч практически. Здесь поменьше, можно взять подешевше. Ну так же, интересные кошечки, всякие там, свиньи. Это вот перед входом украшают верблюды. Так же здесь цветы можно сделать, а можно сделать воду налить туда или еще что-нибудь. Сделать мини пруд. Большое. Оливки. Оливковое дерево. Интересно тоже выглядит. Там разного рода кирпичей и горшки. Ну и вот здесь вот еще можно глянуть. Кактусы. Средняя цена. Вот здесь, по-моему, по 100, что ли, по 200. Я это еще не помню. Как-то уже спрашивал до этого. Вот здесь по 300, есть по 200, по 100. того. В общем, если у вас, как говорится, есть желание что-нибудь сделать свое, какой-нибудь при усадебном участке либо дома, композицию, здесь вообще идеальное место. Можно там набрать себе такого плана всяких растений. Прям фантазии ваши, скажем так, воплотить в жизнь. Очень интересно. Даже такие вот есть. Фотографирует на человечек. Вот, в принципе, и все. Это был такой небольшой обзор садового магазина около Румс Тайшо До. Ну а с вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И мы увидимся в следующих видео. До скорых встреч!